Приветствую, уважаемые натуралисты, с вами канал Zoo. Мы собираем большую видео энциклопедию обо всех животных планеты. Любите природу вместе с нами, подписывайтесь и поехали. Часто ли можно увидеть лису на дереве? А вот наша сегодняшняя гостья, серая или древесная лисица, просто обожает прыгать с ветки на ветку. В этом ей помогают прочные длинные когти, которыми она цепляется за ствол, а также способности вращать передние лапы с большей амплитудой, чем, например, у наших рыжих плутовок. Ну и, конечно, ловкость. Серая лисица настолько любит быть сверху, что даже устраивает себе логово в дуплах деревьев. В скакании по кронам деревьев они не уступают даже кошачьим. Такие способности среди ближайших родственников больше наблюдаются только у енота, остальные же псовые обычно отличаются боязнью высоты. Кстати, древесные лисицы появились в Северной Америке около 4 миллионов лет назад. Анализ зубов древнего предка нашей серой мышки подтвердил, что серая лиса – это вовсе не лиса, а скорее енот, потому что генетически серая лиса ближе к двум другим древним линиям – к восточно-азиатской енотовидной собаке и африканской большеухой лисице. Кстати, о них скоро будут ролики на канале. Серые лисицы часто забираются в пышные кроны деревьев, находящиеся на большой высоте от земли. Они любят отдыхать на толстых ветвях и в кронах деревьев, высота которых может достигать 20 метров. Однако в любом случае предпочтение они отдают земной поверхности, ибо основная охота происходит на ней. Наша лисичка-сестричка внешне похожа на своих рыжих дальних родственников из холодной России и Европы, но ее шерсть имеет серый окрас. Первое имя американской шалуньи переводится как «хвостатая собака», а второе как «пепельное серебро». Второе красивее да? Живет она в Северной и Центральной Америке. Забираться в холодные, северные области не спешит, потому что ее подшерсток не способен защитить свою хозяйку от лютых морозов. Зато хвост у нашей лисицы настолько шикарный, что ей вполне может позавидовать даже признанная красавица рыжая лиса-лиса, размером животное с домашнюю кошку. Но длинный пушистый хвост позволяет ей выглядеть несколько крупнее, чем она есть на самом деле. Серая лисица немного меньше своей рыжей родственницы. Ее высота в холке всего 30-40 см, а вес не превышает 7 кг. У нее плотное телосложение и относительно короткие лапы, которые придают ей коренастый вид. Верх тела выглядит седым из-за того, что отдельные шерстинки имеют черный, белый и серые цвета. Серая лисица предпочитает заросли кустарника, лиса и опушки, хотя иногда селится близ городов или деревень. Питается мелкими млекопитающими, кроликами, мышками, птицами и их яйцами, а также насекомыми, некоторыми фруктами и орехами. Это один из немногих представителей семейства псовых, который не дает покоя белочкам, гоняясь за ними по деревьям и уничтожая их деток, что есть мочи. В свою очередь, древесные лисы сами иногда не могут уберечь свое потомство от крупных хищных птиц, рыжих рысей и местных собак. Кроме того, они часто страдают от паразитов, болезней или же становятся жертвами охотников за их прекрасным мехом. В природе эти маленькие красавицы живут около 7-8 лет. Ну а теперь о главном. Единственное, что помогло выжить нашим северным лисам, несмотря на все попытки человека пустить их на шапки и шумы, это невероятная плодовитость. У одной самки рождается не меньше 4-10 лисят, которые уже в 11-месячном возрасте становятся самостоятельными, способными к продолжению рода и съезжают от родителей. Живут серые лисицы парами. Эти серые пушистики моногамны. Партнеры верны друг другу и вместе заботятся о потомстве. Логово устраивается в дуплах деревьев, расщелинах скал или в чужих просторных норах. Иногда их встречают в заброшенных зданиях или в пустотах под камнями и поваленными деревьями. В восточной части Техаса однажды обнаружили дупло на высоте 11 метров, использовавшееся маленькой серой лисицей в качестве дома. Так что высоты она уж точно не боится. Самец в паре не только заботится о партнерше и потомстве, но и охраняет территорию от непрошенных гостей. Площадь семейного участка колеблется от 3 до 27 квадратных километров. Как правило, его размер зависит от количества пищи. Одинокие самцы не терпят на своем участке никого, кроме самок. О сроках беременности серых лисичек нет изученных данных, и примерно он равен 60 дням. Детеныши появляются в конце марта или апреля и весят всего 100 грамм. В трехмесячном возрасте молодежь покидает логово, начиная практиковать свои навыки в прыжках по деревьям и охоте вместе с матерью на несчастных белок. Кстати, серые лисы очень легко привыкают к человеку, поэтому они часто одомашниваются и используются для борьбы с грызунами-вредителями. А как Вы думаете, какая лиса самая красивая? Наша рыжая, американская серая или белая, то есть писец? Пишите в комментах. Кстати, заодно прошу Вас написать, о каком из животных Вы хотели бы увидеть следующее видео. Спасибо, что посмотрели этот ролик. С Вами был канал животных зуб. Мы собираем большую видео энциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. Мы будем очень благодарны Вам за посильную материальную поддержку для развития канала. Ссылка в описании. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok